Добрый вечер! Те, кто хочет на мою любимую радиостанцию позвонить, я так понимаю, и на вашу любимую радиостанцию, могут это сделать. Телефон 6510996. Мне сколько раз произношил, столько раз нравится вот это. Три последней циферки 996. СМС-очки, пожалуйста, тоже. Пока у нас не очень развит этот вариант коммуникации 5533, начиная с буквы «Я», дальше пробел, после чего всё, что хотите. И заходите на сайт Finam.fm. Здесь есть возможность более подробно рассказать своё видение мира и что-нибудь спросить меня. Теперь несколько слов о том, сколько первых мест. Первое место одно, первое место хочется всем, поэтому претендентов на первое место всегда выстраивается целая пирамидка. Для того, чтобы не огорчать стремящихся к первому месту в особо лукавых сегментах, например, экономики, в чистом спорте с этим сложнее, в экономике с этим проще, создаются специальные альтернативные такие первые места, когда есть возможность каждой сестричке по серёжечке вручить. Вершиной вот этого безалберного подхода и раздачи первых мест являются всяческие конкурсы «Автомобиль года», особенно по версии какого-нибудь журнала. В нашей стране, вы знаете, очень много всяких возможных вариантов, когда журнал собирает некое экспертное сообщество, очень серьёзные люди в галстуках, с деловым выражением на лицах, судят о том, что такое хорошо и что такое плохо, что само по себе довольно забавно, поскольку мы не самая автомобильная страна, хотя, конечно же, любой наш человек имеет не только мнение, но и готов, как вы помните по анекдоту, замучить советами соседа. Поэтому вот эти конкурсы, когда в номинации среди четырёхколёсных «Пожалуйста, медальку тебе», а в номинации среди с круглыми фарами «Пожалуйста, и тебе медальку», а в номинации с рулём слева «Да, пожалуйста, вот и тебе тоже есть такая возможность». А вот сейчас как раз такой период, когда начинается год, и за первое место борются более серьёзные, более весомые игроки, делают они это в мировом масштабе, и подводя итоги того, как удачно или неудачно был прожит 12-й, в 13-м, в январе мы получаем итоги. Самый интересный итог, на мой взгляд, это в номинации «Какая же фирма становится самой-самой масштабной по продажам». 77 лет подряд первое место в мире держал концерн GM. Но General Motors несколько лет тому назад, в 2008-м, утратил из-за кризиса вот эту вот лидирующую позицию, тем более, вы знаете, GM начал закрывать бренды, многие имена уже канули в историю. И тогда на пальму очень бодро вспрыгнула Toyota. И выяснилось, что Toyota это тоже серьезный игрок, у них и заводы по всему миру, и брендов много, и суммарно они производят невероятное количество автомобилей. Вот эта битва, она продолжается уже между Toyota и GM на протяжении 4-х лет, и американцы при этом достаточно в открытую играют, японцы тоже пытаются, поэтому статистика, она не является такой вот внезапной, когда в конце года бац, и все продажи. В течение целого года, с января по декабрь, есть возможность наблюдать за этой битвой, за этой динамикой, как именно. По результатам января, февраля, марта, апреля, май, открытые источники. Поэтому вот этим цифрам действительно можно верить, и на сегодняшний день Toyota вырвалась вперед, она обыграла ненамного, потому что GM продал Померу 9 миллионов 200 тысяч, а Toyota 9 миллионов 700 тысяч автомобилей. И тут и другой показатель очень красивый, он говорит о том, насколько серьезно ребята взялись за эту проблему, и именно потому, что Пальма одна, и на нее хочется взобраться сразу двум игрокам, именно поэтому Toyota так серьезно треплют в Америке. Вот эти штрафные санкции, неоднозначная и не очень честная игра против Toyota, обвинение в западающей педали газа и в ковриках, которые там тоже прикусывают эту самую педаль, тем более, что независимая экспертиза показала, человеческий фактор сыграл более серьезную роль, чем конструктивные особенности автомобилей. Но Toyota пошла по пути полного соглашательства, выплаты штрафов, она несет финансовые убытки, при этом имеет совершенно поднятые забралы и очень честный подход. Вот на американском рынке Toyota ведет себя образцово-показательно. Американцы обвиняют ее в какой-то ерунде, абсолютно несусветную чушь на нее вешают, Toyota говорит, да, возможно, хорошо, мы примем это к сведению, что же, штрафные санкции, мы вам их заплатим. И речь идет о том, что последний транш, который они погасили, там 17 миллионов долларов. 17 миллионов долларов на дороге не валяются. Toyota их платит. И вот до тех пор, пока Toyota будет претендовать на первое место в мире, вот до тех пор, отбирая кусочек пальмы, зажав его в зубах и тем самым вырвав эстафетную палочку из GM-овских уст, они будут огребать на американском рынке совершенно чудовищное обвинение от разных непредвзятых институтов и платить, 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 платить. Как только уймутся, как только GM-у полегчает, а GM-у сейчас реально легчает, и на будущий год расклад не столь однозначен, от Toyota отцепится и будет совсем уже откровенная игра. Еще одно первое место в мире – это по емкости рынка. Здесь Америка и Америка-Китай. Китайцы – это такие ребята, которых мы учили врать, ну, собственно, и воровать, поэтому они так замечательно прут по всему миру то, что им нравится. Там любую машину через неделю у себя копируют, воспроизводят близко к тексту, и причем иногда даже пытаются продавать на том рынке, с которого его украли. Статистика у китайцев закрытая, никто никогда толком не узнает, что именно и как они считали. До недавнего времени они признались, они, в общем-то, сквозь зубы, в статистику итоговых продаж автомобилей они включали абсолютно все, что имеет колесный ход, вплоть до прицепов. Они в эту кучу валили и бетономешалки на колесном ходу, и бензопилу Дружбу на двух колесах, и, соответственно, параконные упряжки и так далее. Имеют чудовищную совершенно цифру, но здесь уже речь идет о другом. Речь идет о привлекательности рынка. Это экономический параметр, когда нужно изобразить, что ты настолько замечательный, настолько потенциальный рынок, что, пожалуйста, едь ко мне сюда все со своими инвестициями. И Китай в данном отношении очень правильно работает на имидж и объясняет всему миру, насколько он инвестиционно привлекателен. Но закрытая статистика этому не способствует, хотя цифру, которую они получили, конечно, без содрогания слушать нельзя. Они продали 14 миллионов 680 тысяч автомобилей. Притом цифра эта появилась только после того, как Америка обнародовала свои показатели 14 500. То есть получается, что китайцы 180 тысяч сверху докинули на весы. Вот ни в жизни не поверю в эту цифру. Наверное, я думаю, у китайцев где-нибудь так за 10 миллионов, у американцев реально 14,5 миллионов автомобилей. Но вот видите, два полюса. Битвы гигантов, когда Toyota с GM, битвы рынков, когда Америка с Китаем. Есть еще очень смешной маленький вариант запрыгивания на пальмочку первенства с таким легким кусочком свежей зелени в зубах, эпохала. Боролись в течение всего года Ford Focus с Toyota Corolla. Они дрались по принципу Ford Focus самая продаваемая машина в мире. Через неделю. Нет, Toyota Corolla самая продаваемая машина в мире. Нет, Ford Focus. Мы нашли на калькуляторе дополнительную кнопку, пересчитали по новой. Получилось, что в принципе больше продается Ford. То есть тряхнули Toyota Corolla с пальмы. Toyota Corolla повалялась там внизу, достала свой японский калькулятор, тоже нажала на кнопочки и сказала «Не-а, мы на две машины продали больше». Вот это Бадалово, оно продолжается. Нас в принципе не касается, просто смешно. Наша затея состоит в другом. У нас есть ассоциация европейского бизнеса с очень рискованным для русского слуха названием аббревиатуры из трех букв AEB. Вот это вот самое AEB тщательно присматривает за продажами новых автомобилей в нашей стране и опираясь на данные этого AEB, мы либо получаем, либо не получаем. Тоже огрызочек пальмы. Здесь разборка уже континентальная. Рынок номер один в Европе – это Германия. Второй обычно – это Франция. Мы стремимся быть тоже вторым. AEB в 2008 году порадовала нас тем, что мы достигли потолка исторического максимума. На рынке России было продано 2 миллиона 600 тысяч новых автомобилей. Потом AEB почитал репу, достал свой специальный АЭБшный калькулятор, еще разочек сложил те же самые данные, получил 2,9 миллиона. Вот это наш абсолютно рекорд. Мы пытаемся по итогам 2012 года этот рекорд преодолеть. И вот сегодня как раз сыпется вал пресс-релизов, когда фирмы отчитываются о достигнутых результатах. Там Citroen продал столько-то, Skoda продала столько-то, Toyota продала столько-то. У всех очень неплохие показатели, но AEB пока еще мямлит и не дает итоговой цифры. Вот по результатам того, что вычислит AEB, мы будем и как раз апеллировать уже к Европе о том, насколько мы крутые. Для нас это тоже чрезвычайно важная цифра. Мы хотим показать всем свою инвестиционную привлекательность. При том, что все прекрасно понимают, Россия это не та страна, в которую можно играть по взрослому, по серьезным правилам, единожды прочитанным и утвержденным. Россия это та страна, где правило изменится всегда, причем в ту пользу, в ту сторону, о которой ты даже не подозреваешь. Не всегда в пользу России. Мы иногда играем себе во вред. Но когда мы заявляем цифры, вот сейчас мы говорим, мы, наверное, продали больше 2,7 миллиона, может быть, даже 2,9. Мы, тем не менее, претендуем на то, чтобы иностранцы с нами играли по-честному. Они же, ребята, ручные. Они же практически с ладошки едят. Поэтому, если мы им цифры эту кинем, они будут ей верить. Тем более, АЕБ, это ассоциация европейского бизнеса, вроде как непредвзятая, неангажированная. Важная цифра, она поможет заманить в нашу страну какое-то количество игроков. Ну и, кстати, есть еще один способ узнать, что такое хорошо и что такое плохо, и взгромоздиться на пьедестал. Это конкурсы, те самые, о которых я в самом начале упомянул. И сейчас детройский автосалон провозгласил лучшие машины Америки Кадиллак, АТС-овскую модель. Очень неплохой, по-европейски сделанный автомобиль. То есть, он тоже получилось, что безносительно того, что GM 2, Кадиллак, американский бренд, вот он тоже в чем-то первый. Но американские конкурсы, они такие же левые, как и европейские. Через какое-то время у нас будет подведен итог. Car of the year это европейский конкурс, очень редко выбирающий истинно лучшую машину, но тоже раздающий первые места. Поэтому, если спросить, а сколько же первых мест? Вот я насчитал сразу 5 первых мест. То есть, в зависимости от того, что и как мы считаем. Безотносительно этого, наш авторынок сейчас находится в первой стадии стагнации. Есть шанс, что будущий год таких результатов не даст. Перерыв на новости, потом уже поговорим об автомобилях. Телефон любимой радиостанции 65 10 9 9 6 дает вам возможность задать мне вопрос напрямую. Владимир у нас на связи. Владимир, здравствуйте. Алло, Владимир, вы уже здесь? Впрочем, как и я тоже. Говорите. Здравствуйте, Сергей. Присматривая Sky 300 к Hyundai, скажите, какие минусы этой машины? Чешской сборки, езда по городу? А нету минусов у этой машины. Может быть, только она переоценена, потому что Hyundai последнее время почему-то посчитал, что они полностью бледнолицы и с тех пор взяли и ценник подняли до уровня такого породистого, хорошего автомобиля из корня Европы. В принципе, чисто географически они правы, во всем остальном я не очень понимаю, с чего тут такая цена. Но машинка замечательная, платформа новая, подвеска очень интересная, а по оснащению ну, рядом мало кого можно поставить в гольф-классе. Подогреваемый руль, например, меня просто потряс. Мне очень понравилось, я люблю, когда руки не мерзнут. Спасибо. Да, пожалуйста. Вот как хорошо, так конкретно все. Андрей, здравствуйте. Вечер добрый, Сергей Степанович. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я приобрел не сам Тиан шестого года, но, в общем-то, про него толком ничего не знаю. Просто понравилась машина. Вот хотел бы знать его слабые места на будущее. А сколько она пробежала? 180 тысяч. Ух, как здорово. Какой честный пробег. Даже никто скручивать не стал. Нет, он был явно скручен, но я вызвал эксперта в салон, дайгаду вызывал. Обошлось мне это в 10 тысяч, и когда стали проверять компьютер, мне сказали конкретно, в нем есть строка, которая нестираемая и вывела 180 тысяч. А что значит в салон? Это где же так здорово, в каком хорошем месте вам скрутили так спидометр? Кто скрутил, не знаю. Машина была в ЧОПе, то есть с организацией. А покупал я ЛБУ в торговом центре Москва. А, знаменитое место. Там действительно не было случая, чтобы кто-то скрутил спидометр. Это явно ЧОП. Там в ЧОПе большие специалисты по автомобилям, они умеют скручивать действительно спидометры. А моторчик V6 или рядная четверка? Нет, рядная четверка двухлитровая. У этого, в принципе, мотор неплохой. Nissan вообще делает движки одноразовые и сделал все для того, чтобы ни в коем случае вы его не перетачивали под первый ремонт. То есть, вот он сколько бегает, он столько и будет бегать, он пробежит еще достаточно много, то есть 250 для него не предел. У него, скорее всего, уже в четвертом горшке падает компрессия, что, в принципе, вас мучать не должно. Во всем остальном, если они не скакали по ухабам, то у него даже подвеска может быть живая. Ну, там стойки-стабилизаторы, это, естественно, там всякие втулки опорных стоек, это мелочевка, потому что... Это я уже выяснил, Сергей Степанович, мне это уже заменили и сказали, что как бы дальше можно бегать. Вот, замечательно. То есть, симптомы совпали. Мое гадание на кофейной гуще оказывается достаточно диагностично. Нет, Андрей, не печальтесь, ездите на этой машине, проблем не будет, хотя вот пробег 180, дай бог, чтобы он действительно оказался 180. Молодцы, ребята в техцентре Москва очень грамотно работают. Максим у нас на связи. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Максим. Я не очень хорошо разворачиваюсь в автомобиле. Я тоже. Вот сейчас я езжу на станике, гран-станике, поскольку мне, в принципе, эта машина нравится и мне нужно 7 мест, у меня большая семья. И вот я, поскольку французы, видимо, из-за непопулярности этой модели в России перестали поставлять ее, я стал искать замену этой машине. Ну и вот кроме Мазды 5 и, ну, вот аналогичной машины и нет, я стал присматриваться к каким-нибудь как альтернативой варианту, может быть, внедорожников типа X-90 7 местных. И даже так случайно, я не знаю, каким образом меня, так сказать, занесло в салон, где я увидел Discovery с 7 местной. Ну, естественно, здесь уже только речь может идти о бэушной машине. И вот на сегодняшний день у меня вопрос, насколько меня запугивает Land Rover Discovery ненадежная машина. То есть, если брать годовалую машину с пробегом 30 тысяч, которая вроде бы как стоит в салоне, сравнивать его с X-90 новым. Максим, вот представьте себе, тот человек, который купил себе Discovery, год на нем поездил и отдал его обратно в салон. Он зачем это сделал? Ну, утверждается, что эти люди часто покупают просто машину, которая либо оказывается еще круче, либо выходит что-то новое. Не велика вероятность. Тем более, за последнее время нельзя сказать, что у Land Rover, например, Discovery 5 появился, 6, 7, 8, 9. Поэтому эту машину сдали за грехи. Она достала настолько, что пока еще гарантия не закончилась, они сказали, да что мы с ней, да пусть этот салон подавится. Настолько хорошая машина. Land Rover, он идеологически задуман великолепно. Мое общение с Discovery, оно всегда проходило на очень нервной ноте, потому что тут у него чего-то нездоровится, там у него... Я себя чувствовал немножко владельцем 41-го Москвича. Я знал, что, скорее всего, эта штука доползет до финиша, но по дороге она меня поставит в тупик раз 20. Тем более, когда он мне вдруг с угрозой с утра сказал, знаешь что, хозяин, а сейчас я тебе, пожалуй, аирбэгом в лоб стрельну. Вот тут мне стало совсем тревожно. Хотя, конечно, это был залп такой на испуг, и на самом деле все там было в порядке. То есть, если у вас есть возможность не покупать Discovery, не покупайте Discovery, купите что-нибудь другое. То есть, это машина, которая мне будет доставлять все время какие-то тревоги, потому что я совсем не любитель ездить по сервисам, и это последнее, что мне хочется сделать, еще за такие деньги, даже на поддержку. А тогда XC90, это все-таки очень старая машина, 10 лет этой тележки. Да, ее сейчас вот-вот уже снимут. То есть, шведо-китайцы с утра доныша говорят, что у них XC90 придет новый, что он будет совсем другой, совсем замечательный, и все они никак не могут его родить. В принципе, XC90 очень неплохо, особенно с дизелем, с D5. То же самое по себе дизелем, фантастический, двухтурбовый мотор, очень классно сделан. Меня в XC90 просто оскорбляет то, что за эти деньги я получаю, вот, например, качество сборки салона и пластмассовых деталей, которые я вижу. Я не вижу компрессию в третьем цилиндре, а вот пластмассу в салоне я вижу. И когда я в тоннель между сиденьями свою руку и получаю там несколько царапин, потому что облой, как на 41-м москвиче, я не понимаю, почему это стоит 2 миллиона. Вот никак не понимаю. И если потом приехать в официальный сервис, у меня есть несколько дел на рассмотрение. Когда человек поменял два раза коробку передач на XC90 в гарантийный период, и уже умучившись этим обстоятельствам, решил, что он продаст машину, и так получилось, что заехал к дилеру и сказал, дайте мне распечатку всех моих ремонтов. И выяснилось, что на нем дилер еще и заработал в три конца, потому что у него было там штук 15 сервисных компаний, ему поменяли то, третий десятый, хотя реально этого не было. То есть, получается, что дилер ворует у представительства, представительство на это закрывает глаза, и при всем при том, под эту машину действительно довольно много отзывных компаний, несмотря на то, что ей уже 10 лет, ну, могли бы научиться ее хотя бы грамотно собирать. Нет, не получилось. То есть, идеология, вот как у дискаря, замечательно. Хосе 90, престижная машина, Вольво, лучший китайский автомобиль. Едешь и чувствуешь, что после этого нужно купить еще такой же китайский Rolex и быть первым парнем на деревне. Посмотрите в сторону корейцев, там тоже семиместные машины и тоже неплохие. А что там, например, у Хенда вот этот Миво или как там господи назвать? Нет, ну, этот самый, вот вы меня тоже сбили, всю их линейку кроссоверов. Вы можете пойти посмотреть АХ-55, но он, правда, будет стоить 2 миллиона, это не совсем понятно, зачем. А также пришла вот эта бригада два брата Акробата, Санта-Фе и Сорента. Либо уходите в сторону минивэнов, потому что... То есть, Мазда 5, это та же самая? Мазда 5, она странная. Вы можете, конечно, и на Opel Zafira, но Zafira, она ни в коем случае мест 7, а помещается туда только пятеро. Ну да, она маленькая. Она маленькая, там сзади там ловить абсолютно нечего. А вот Pajero, например, он теперь все, он пятиместный, ему перестали делать заднюю лавку, хотя раньше были нормальные места. У Explorer очень неплохо, у Honda Pilot, Honda Pilot это большая легковая машина с мощным мотором, она семиместная, Toyota Highlander, он тоже семиместный. Но Highlander мне просто, не знаю, не нравится, мне Toyota не нравится, я в нем себя чувствую. Точно так же, как и с Explorer, мне было ощущение, что я сижу в каком-то ужасном грузовике. Да, близко к истине, тем более с резиновым салоном, с натуральной кирзы. плюс меня там потрясло, что Windows начал реально загружаться на приборном вот этом вот щитке, и это длилось несколько секунд, там, ну секунд 15-20. Я настолько был поражен этим, что... Максим, ну это же настоящее японское качество. Вы должны были смаковать этот момент, а не ужасаться. Ну и плюс, конечно, эти машины хороши, вот чем плохи все, вот мой сценик в настоящий момент. То есть машина, к которой у меня, второй мой сценик, к которой у меня никаких претензий, у меня вообще ничего никогда в нем не ломалось, но быть его на вторичном рынке нереально, невозможно. Абсолютно. И точно так же Маза, и вот это, конечно, очень расстраивает. В принципе, вот сейчас я хорошую машину там с 60-ти тысячным пробегом должен давать какие-то смешные деньги просто потому, что у нас не любят а, семейные автомобили и Б-Рено. То есть, по сути, получается, что выбрать-то и не из чего. Вот эти мои мытажства, они не случайны, и действительно ничего такого достойного семиместного нет. Но все-таки вы меня настоятельно отговариваете от ландровера, от еще бэушного, да? От бэушного точно. Потому что мне он нравится просто до зуда, зуда вообще, в зубах там, если где еще. О, Максим, а вот это, кстати, немаловажная мотивация. Машина, которая нравится, она служит лучше, чем машина, которая куплена просто трезвым расчетом. И вполне возможно, что она вам много что простит. Но дискарь, лучше, конечно, новый, потому что вы можете на дилера повесить часть своих проблем. А когда вы его берете даже по программе секонд-хендовской, хотя у них есть селекты, да, селекты с гарантией, тем более там гарантия довольно большая на год и на основные агрегаты, но он же по мелочи достает. У него же тут не контактик, там лампочка, тут релюшечка и вот эта катастрофа просто. Ну, то есть они все-таки составляют проблемы и вы думаете, что его не просто так сдали, да? Конечно, конечно, его не просто так сдали. И старый анекдот о том, почему владельцы ленд-ровера вечером не здороваются друг с другом при встрече, потому что они с утра виделись в автосервисе, он абсолютно актуален. Конечно. И вы будете очень крутым, но, к сожалению, хромым. Нет, нет, тут вопрос даже действительно не в крутости. Она просто, вот, например, у нее единственные есть три полноценных сиденья на втором ряду. Да, там. Либо уходите, либо, не знаю, смотрите, что делает Ford Galaxy. Он по сей пор очень классный. А у него нет запаски. Я его почти уже купил однажды. И мне объяснили, что это путешествуйте первым классом, но без запаски. Да. 16-й радиус я должен заливать баллончиком, а это машина, в которую я могу поехать, например, в Финляндию. Ага, особенно при минус 30 хорошо этот баллончик заливать. Да, от Москвы до Питера я с трудом себе представляю, где можно найти сервис, в котором вообще я найду нормальную резину там 16-й, 17-й радиус. Не найдете. Поэтому я просто даже не рассматривал. А дальше я на форуме увидел, как люди всерьез обсуждают, что можно полубагажника занять колесом и прикрутить его проволокой. Либо вы переходите на резину Runflat, потому что на Runflat вы можете проехать больше 100 километров, причем с достаточно нормальной скоростью, то есть дохромать до Финляндии. Но я тоже не люблю этот риск, поэтому да, вот хотя бы семиместные внедорожники. Но Discovery очень-очень не советую. Discovery, к сожалению, всю жизнь обещают, что они что-то сделали с качеством и до сих пор не сделали всерьез ничего. Станислав у нас на проводе. Добрый вечер, Сергей Степанович. Здрасте. Очень рад, что вы снова ходите в вечерний прайм-тайм и хотел пожелать вашей передаче такой же популярности, как на предыдущем радио. Спасибо вам. Вот. А вопрос такой. Месяца три назад купил я коптиву 2.4 автомат. Вот. Хотел спросить, как в целом оцените автомобиль, вот, какие могут быть с ним дальнейшие проблемы или болезни. Вот. И второй вопрос у меня. Если я к официальному при обходе официального дилера со своими расходным материалом не буду обращаться, могут ли мне быть какие-то проблемы по гарантии и там дальше? Они обязательно будут не потому, что вы в чем-то не правы, а потому, что основная прибыль дилера на тех комплектующих, которые вам продают, на тех запчастях. Поэтому, когда вы приезжаете со своим, он тут же ворочит нос и говорит, а что это? Оно не сертифицировано, даже если оно будет иметь GM-овскую маркировку. А сама по себе Коптива замечательная машина и в принципе с ней ничего не произойдет. Мне нравится, как Коптива сделана, очень неплохой кроссовер. Но с официальным дилером, если вы собираетесь бороться, подготовьтесь юридически, потому что он вам не простит то, что вы покушаетесь на его деньги. Хотя вы имеете на это полное право. Сейчас я прервусь на новости и рекламу, потом вернусь к вам. Несмотря на то, что телефон разрывается, практически все линии заняты, а у нас он многоканальный, номер 6510996. Несколько вопросов, пришедших в качестве комментарий к программе «Экипаж», то есть на сайт «Финама». «Помогите понять философию Рено», спрашивает Дмитрий. «Общая черта моделей бибика на ручке стеклоомывателя, страшно неудобно, кстати. Сама ручка стеклоомывателя наоборот, тоже очень неудобно. Кнопки стеклоподъемников в трудных местах, педаль газа мягкая, короткоходная, в целом неудобная эргономика. Зачем так делают? У них есть свое особое видение. Откуда эта традиция? Эта традиция не столько рыношная, сколько французская. Французы — это такие люди, которые должны аккуратно всему миру всегда намекать, что они немножечко особенные и что вообще-то сначала есть французы, а потом все остальные. Вот в чем главное отличие французов от всего остального мира? Ведь большинство наций, они считают себя номер один. Какому-нибудь аргентинцу сказать, что бразильцы лучше, он же смертельно на вас обидится? Или там чилийцу сказать, что уругвайцы лучше. Чилийцы тоже обидятся, потому что, ну, Чили, эта страна с такой потрясающей историей, культурой, с массой событий, и, в общем, достойные ребята там живут. У французов тоже по этому поводу свое видение, но оно у них немножечко обыстрено, при этом вот тот самый французский шарм, он сводится к одному любопытному обстоятельству. французы ко всему миру относятся не с негодованием, а с сожалением. Ну, увы, вы не французы, но вам этого не понять. И это ведь не только у Рено, у Пежо и у Ситроена те же самые проблемы. Ручки стеклоподъемника еще поискать и на Пежо, и на Ситроене. Не на каждой модели можно в самом ожидаемом месте их обнаружить. Они иногда спрятаны так, что, ну, без подсказки довольно сложно. Или, например, у каких-нибудь серьезных дорогих моделей того же Пежо и Ситроена попробуйте сконнектиться по блютузу, телефоном и бортовой системой. Это не тривиально. У немцев и японцев можно без подсказок, у французов, как правило, только по подсказкам, то есть нужно мануал открывать. Это сделано умышленно. Французы всерьез считают, что это правильно. Это не ошибка. Это их наработки, которые они настойчиво предлагают всему миру. Если японцы в подобной ситуации, получив по физиономии, довольно быстро перегруппируются и принимают выводы за чистую монету после чего делают по-другому. Вспомните, как, например, было с приборами, расположенные посредине у X-Trail у премьеры, у Nissan. Долго объясняли. Лучший вариант, когда приборы посредине. Продажи упали, все. Не надо нам этого эксперимента. Приборы должны быть в привычном месте. Неважно, лучше, хуже, в привычном. Французы, ребята, не такие. Они не сдаются. Поэтому не считайте, что это ошибка. Это просто французское видение. Так будет максимально долго. Ничего мы с вами по этому поводу не поделаем. Женский вопрос. Анна из Москвы. Тут несколько дифферамбов. Дальше идет вот какой выбор. Либо из заботливых рук Peugeot 308, автомат, 120 лошадиных сил, машине 3 года, полный фарш, небольшой пробег, приемлемая цена 450 тысяч. Или копить на новый Hyundai Solaris. Хэтчбэк, он стоит 600 тысяч. Неоправданный ценник, тем не менее. Собираюсь на нем возить котов на дачу и по городу не каждый день. Детей пока нет. Это будет моя первая собственная машина. До этого каталась на Focus, Mercedes, Mercedes, Skoda и Nexia. Hyundai Solaris это вообще-то гоночная машина. У него стоит мотор 1.6, 123 лошадиных сил от другого автомобиля. Если на механике, это потрясающе интересная езда. Если с автоматом, автомат, конечно, его резко осаживает. Сам по себе Solaris очень неплох. Если возить котов на дачу, то, учитывая разницу классов, Peugeot будет им просторнее. но здесь даже все-таки нужно сравнивать не то, насколько выше по классу машины 308, Peugeot и Hyundai Solaris, а то, что одна бэушная, а вторая нет. Новая, при всем при том, будет лучше. Если есть возможность потерпеть, накопить и купить себе новый Solaris, он будет лучше. Тем более, Peugeot 308 на автомате. Не верю я в двигатель 120, не верю я в автомат. И дело в том, что неспроста при пробеге в 60 тысяч, пусть даже из надежных рук, эту машину продают. Тут есть маленький технический подвох. Peugeot 308 10-го года с этим мотором и с этой коробкой это не самый хороший вариант. У нас на связи Алексей. Здравствуйте. Здрасте. Сергей, я совершенно в разрез программы пойду, потому что два раза за сегодня я услышал нехорошие слова в адрес 41-го москвича. Если вернуться в то время, но я там 30 лишним лет за рулем, это был один из лучших отечественных автомобилей. В чем? Плать. Ну, ну да, конечно, моторы. Ну, может быть, просто туда бы подошел какой-нибудь другой, но не было. А ведь машина вообще изумительная была. Алексей, простите, сразу перебью вас. Вот смотрите, вы сразу назвали два минуса. То есть машина замечательная, но мотор плохой, салон плохой. Что остается? Что значит мотор плохой? Нет, он... Недостаточный. Уфимский или вы имеете в виду Тольяттинский 1.6? Это с теперешней точки зрения, если посмотреть. А тогда, в общем, и сравнивать было особо нечего. Но я даже не про то, про поведение машины на дороге чисто по эксплуатационным качествам. Я, ну, пару лет ездил на... Даже года три, наверное, ездил на 41-м Москве. Изумительный автомобиль. Совершенно безопасная езда зимой. А вот реально его называли утюгом, потому что его хрен сдвинешь вообще с траектории. Изумительная управляемость, удобный салон, хорошая экономика. Но что еще нужно было для автомобиля, который выпускался там, ну, я не знаю, там уже, наверное, 15 лет назад. У этой машины была очень хорошая печка. У нее очень удобное сидение. Она нормально рулилась, при этом была тяжелой, такой, остойчивой, как баржа, как корабль. И самая главная претензия, которая и погубила в итоге завод АЗЛК, это надежность. Потому что... Потому что постоянно вы должны были лазить, смотреть, крутить. Вы сколько раз бегунок меняли, а сколько раз вы провода и свечи в чистом поле, а сколько раз у вас отваливался глушитель и текли амортизаторы? Вы помните эти страдания? Значит, ну, ладно, не будем сейчас уж совсем подробно. Глушителей нет, амортизаторы, ну, тоже подходили очень достойно, да, менял. Я просто очень много тогда ездил, там, ну, порядка 80 тысяч в год, поэтому, ну, чего ж ждать-то? Сейчас, пожалуй, меняют чаще. Вы помните, откуда вообще взялся у нас «Москвич-41» именно в этом кузове, вот эту историю? Ну, это про Химку модернизированную. Да, это я, я смотрел, да, я так более-менее подкован, но в очень даже приличный автомобиль и вспоминаю его реально с теплотой. У меня был тоже «Москвич», причем мне его делало спортбюро АЗЛК, у него была раллиная подвеска, у меня был немножко переделанный мотор, у меня была главная пара 4,55 в коробке, у меня стояли по кругу газовые амортизаторы белорусские, у меня был специальный обвес, который делал лично художник Захаров, и его продували в аэродинамической трубе, то есть, это получалась такая раллиная... Удивительный у меня был совершенно москвич красного цвета с такой посеребренной юбкой, у него серебренный бампер был, сзади как а-ля Ford Cosworth мощнейший спойлер, и эта машина еще достаточно долго после того, как я ее продал, летала по Москве, при всем при том, что... по Калужской губернии, но... Возможно, но надежность всего того, что я ставил, и по электрике, и эти все проблемы, и тут течет, и там коротнуло, и термостат накрылся в самый неподходящий момент, но у москвича была одна приятная особенность, он доползал до дому на галстуке, я не приезжал, но надежность... То есть, по советской жизни большая машина, хэтчбэк, и причем с грамотной аэродинамикой, ведь ему даже не закидывало заднее стекло, несмотря на отсутствие дворника. Абсолютно, абсолютно. И сидеть было удобно. После девятки радикулитной такое было рекаровское сидение классное, и печка от СААБа у него была на самом деле цельно тянутая, и когда все это вместе работало, это было замечательно, но работало оно недолго. С вами согласен. Я вот, я же к чему это сказал, я не рекламу в 41-м москвичи делаю, я хочу сказать, что были, в общем, реальные лихи, и вот мне обидно, аналогия по нехорошим автомобилям с 41-м москвичем для тех лет, а это, ну, в общем, согласись, да, много времени прошло. Но вот в разговоре с Максимом, простите, перебью вас, как раз прозвучало, что нынешний XC90 Volvo стоимостью 2 миллиона, он точно так же сделан, как москвич за целый 20-летней давности. Тогда виноват. Виноват Сергей. Ну, нет, вины вашей нет, потому что я тоже с теплотой вспоминаю свой москвич, и на тот момент это был удивительный автомобиль. В общем-то, он очень многое мог, и он очень многое позволял, и я на нем с упоением ездил, но какое же облегчение я испытал, когда я его продал. Спасибо вам, теплые воспоминания и у меня об этой машине, но надежность, надежность была недопустимая. Максим. Добрый вечер. Здрасте. Я сперва хотел, собственно, в вашей вчерашней передаче ремарочку сделать. У вас у нас вчера беседа была с другим человеком, и когда выяснилось, у вас как-то так совместно, что кроме немецкого и американского автопрома другого, в общем-то, хорошего нет, меня как-то за душу взяло, потому что я всю жизнь, и отец мой всю жизнь ездит на японских машинах. Особенно отец. Он еще человек такой, у него вот на 2013 год раум праворуки 98-го года, на котором кроме стоек ничего не менялось. Вот. Ну, в смысле, амортизатор. Да. Поэтому меня так немножко коротнула вчера эта ваша тема. А вопрос у меня на самом деле такой. Могли бы вы посоветовать что-нибудь в разрезе полумиллиона двух-трехлетнего для девочки? Желательно хэтч, наверное. И опять же, естественно, японских, потому что на другие, честно говоря, машины я в принципе не смотрю. С правым рулем? Нет, можно слевым. А, ну, за 500 тысяч, как вы понимаете, вы возьмете машину, которая будет переоценена, потому что она же японская, сделанная в Турции либо в Англии, но тем не менее японская. И за 500 тысяч для девочки, вообще-то японцы делают машины и для тех, и для других. И там и мальчику незазорно будет. Но Honda Jazz очень достойный аппарат, лучшая, на мой взгляд, машина в линейке Хонды. Несмотря на то, что она вообще китайская. И какой-нибудь Nissan Micro. Очень достойный аппарат. Их уже практически не найти, но это очень хороший, очень интересный автомобильчик, который, кстати, убивается плохо. При всем при том, у него название-то от малыша, на самом деле малышом он не является. Не советую Toyota Auris. Совершенно не советую. Только потому, что она никогда не стоила таких денег и за поллимона вы возьмете какой-нибудь утиль. Она, когда была молодая и продавалась там за 22 тысячи долларов, ну, это просто хамство на самом деле, просто наглое. Сам по себе автомобиль имеет только позолоченное название и едет он так себе. Либо посмотрите Mazda. Mazda, в принципе, любая, какую найдете. И Mazda 2, и Mazda 3. И то, и другое. Шумит. Шумоизоляции там нет. Но оно очень хорошо держит дорогу. Оно очень здорово едет и девочка за рулем будет в безопасности. Либо вы... А, насчет... Да. Говорите, говорите. Да. Сувок СХ4. Вот еще как вариант. Очень хорошая машина. У СХ4 нужно понять, простить ему твердокаменный салон и наслаждаться его управляемостью. Да, потому что вот у меня был небольшой, честно говоря, опыт вождения этого автомобиля. И, в принципе, да, за исключением жутко стучащего пластика, он, в принципе, очень даже, я бы сказал, позитивные эмоции оставил. Плюс еще там двигатели отфортировали буквально пару лет назад. Он такой довольно шустрый оказался. И свифтец тоже очень хороший. Он низковат, но он замечательно летает. Свифтик просто, он дорогой. Сплэш вообще непонятно зачем, но он, кстати, по секонд-хенду еще и практически не появляется. А Сузучик можно брать, тем более, что на ручке, что на автомате, но лучше на ручке, чтобы человек просто освоился. А вот исходя по поводу японских машин, почему такая разница? Вот японцы, которые праворукие, они действительно живут долго, в отличие от леворуких. Разница в том, что японцы ведь язычники. И поэтому у них есть такой обряд, когда они в свою машину подселяют дух дедушки, бабушки, чтобы приглядывал. И эти машины живут долго. А когда их делают англичане или турки, духа дедушки там нет. Получается совершенно другой результат. Прервусь на новости. Без объявления войны ожил наш сайт, наш смс-портал. Стали появляться вопросы. Один из них по поводу Хюнде Таракана. Он на самом деле слышится как Таракан, а на самом деле Терракан. Терр земля. Какой дизельный двигатель лучше? 2,5,3. Вообще, что вы можете сказать о машине? И почему вы ее мало кому рекомендуете? Может, не стоит брать ее вовсе? На самом деле, действительно, не стоит ее брать. Лет ей очень много. Тем более, Хюндешники, когда занялись дизелизацией этого аппарата, они экспериментировали с впрыском. И, обратите внимание, как быстро машина покинула все рынки. Как быстро корейцы отказались вообще от продолжения вот этой идеологии, ушли в сторону кроссоверов, перестали заниматься тяжелыми равными автомобилями. И таракан как раз был машиной, которую на конвейер они бросили. Она получилась настолько неудачной, что сняли ее очень быстро. И, собственно, на этом все. Она пока не подорвала им продажи, они тихонечко забыли о ней. И вам не советую. И она, кстати, будет очень сильно капризничать по климату. Как только мороз, у вас будут серьезные проблемы с тем, чтобы ее запустить вне зависимости от того, какой у нее мотор. То есть, даже если вы туда присадки нальете, есть шанс, что не заведется, есть вот такой вот парадокс. Роман у нас на линии. Добрый вечер. Здрасте. Вопрос у меня есть по моей машинке, по X-Trail. С 8-го года машинка. Очень доволен всем. Люк, фаоны, багажник, дополнительная крыша. И вопрос следующий. Ну, во-первых, если там дух, машина максимальной комплектации, вроде бы как из Японии ее привезли. Нет. Духа в ней нет. Не подселили, потому что она не была в эксплуатации у японца. Она просто покинула этот регион. Вот. И самое-то главное, что-то не ждать. Вот 100 тысяч я миновал. А у вас... И где новые X-Trail сейчас делаются. То есть, в принципе, машина настолько довольна, что хочется, наверное, X-Trail. Новым, если брать. А у вас, Роман, ведь 2.5 вариатор. Двигатель... То есть, вот... Ну, комплектация максимальная. Да, максимальная... То есть, это на самом деле очень достойный аппарат, и нынешний имеет проблему в этом вот сочетании по вариатору. С ним боролись, 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 и не везде добороли. Но во всем остальном машина хорошая. Вот тем, кому повезло, тем, кому выпало счастье ездить на машине с вариатором, имеющей все нормальные подшипники, кондиционные, они даже не догадываются о том, как страдают под соседним кустом люди с точно такой же машиной в этой же самой комплектации с вариатором, у которого подшипники непонятно из какого Китая привезены. И с этой проблемой представительство боролось очень долго, поборолось частично, стало лотереей. И когда я в прошлом году общался с представителем Ниссана и спросил, ну что же получается, что X-Trail максимальный, топовый, на 2.5 с вариатором комплектации не надо рекомендовать людям? Представитель сказал, ну да, знаете, пожалуй, я бы тоже вам не советовала рекомендовать эту машину. Илья у нас на связи. Илья, здрасте. Да, здравствуйте. У меня вопрос по статусу раритетных авто в России. Есть ли такое официально, что он дает, просто езжу сейчас на Peugeot 605, и очень мне эта машинка нравится. 2 литра турбо, механика, и чу-чу-чу-чу-чу-чу. Водит хорошо и надежно. Ну так, а в чем проблема? Вы собираетесь ввести в нашу страну еще одну такую машину? Нет, просто заканчивалось выпуск этой машины, насколько я знаю, в 99-м году. А ваша-то постарше будет еще, да? Моя 98-го, это уже рестайлинг. — То есть это уже без буковок на багажнике, она у вас просто имеет шильдик 605 без всяких этих ГДИ и прочих там, ГРИ и прочих. — Да-да-да, это уже реставринговая. — С новой панелью, очень хорошая машина, да. — Электрикой, да. Вот вопрос в статусе раритетных авто в России. Дает ли он какие-то выгоды в плане прохождения технических осмотров? — Во-первых, ваша машина так или иначе сюда не попадает абсолютно никак. У вас есть государственный технический осмотр и страховка, поэтому вы безбедно катаетесь на этой машине, пока вам она просто не надоест. И вам никакой статус не нужен. Вот если бы вы пытались ее сюда ввести, тогда да, вам необходимо было бы добыть бумагу о том, что она является, например, музейным экспонатом, исходя из этого просить себе каких-то выгод и преференций, а наше глумливое государство заставило бы вас впиндюрить в эту машину катализатор, чтобы она соответствовала, например, Евро-3. — А вы бы объяснили, что у вас... — Но катализатор есть. — Да. То есть у вас никаких проблем нет и ничего вам больше не нужно. У вас есть государственный технический осмотр, талон ГТО. Все. И вы спокойно на этой машине катаетесь и ничего вам больше не требуется. Вот когда вы захотите донора привезти из Франции, нерастаможенного, вот тогда, может быть, у вас будут трудности, и то вам не обязательно его легализовывать. — А так, ну, Илья, у вас никаких проблем нет, и этот статус этого просто не к вам. — Ясно. А еще вопросик такой. Существует ли поставщик в России такой достаточно крупный, кроме того же «Экзиста», — Который что? — По запчастям, через которого можно было бы достать запчасти на эту машину, потому что это становится проблемой. Вы можете либо долго долбиться об любого абсолютно официального дилера Peugeot, который вам нравится, либо, наоборот, не нравится, либо, как это иногда делают, вот когда мне нужна была одна хитрая деталь, я ее купил на eBay, и она пришла мне обычной почтой. — Понял. Понятно. Такой путь известен и спробован. — Да? — Думаю, мало ли, вдруг кто-то есть в России. — Вообще мало кто специализируется на поставках вот таких запчастей. Под заказ, в общем-то, привезут все. Есть фирмы, которые это привозят. Ну, просто это долго. А на eBay, если оно есть, то оно уже есть. Так, у нас на линии Алексей. Здрасте, Алексей. — Добрый вечер, Сергей Степанович. — Здрасте. — Это Алексей Николаевич, с которым мы вчера эфир заканчивали. — Я рад вас слышать каждый день. — Да. Мне очень понравился мальчишка, который подпишал там себе, по-моему, себе меточку, да? Ваш разговор я с самого начала не успел прослушать. Вот. И я абсолютно согласен тому с тем, что с ландроверами вообще лучше не связываться. — Не советую. Жалко людей, тем более семейных. — Ну, тоже пролетал все эти вещи, значит, связанные с типа мини-вагментом. Это Zafira, это... Ну, S-Max, в общем-то, интересный вариант, хотя Galaxy в плане семиметра значительно лучше, чем тот же S-Max. — Ну, тем более по крыше, по кубатуре, да, соглашусь. Ну, без запасного колеса страшно. — В итоге, значит, слушай, мне запали две машины. Это Honda Pilot или, Павел, так как ее называть. Это действительно реально машина, которая стоит всех денег, которые за нее просят. — Раз. Два. Это реально семиместный автомобиль. То есть я при росте метр девяносто три достаточно неплохо умещался на третьем ряде сидений. Не скажу, что с комфортом, но неплохо. — Там реально... Вот он такой ящик, что сзади нормально там можно сидеть... — Это действительно приятная машина при той цене, которую там они предлагают. Там даже у них была какая-то там скидка, по-моему, сто рублей они сбрасывали, да, то есть достаточно приемлемо. — Алексей Николаевич, а как вам большой тазик между передними сидениями, куда можно Оливье грузить? Такого тоже мало у кого найдешь. — А к тазикам я сейчас подойду. И вторая машина, на которой я сейчас уже езжу, мы ее начали обсуждать, но не закончили. Я бы хотел подспрашивать все-таки ваше мнение. Это, опять-таки, Dodge Journey. — В котором этих тазиков полный вагон, они распиханы по всем мыслимым и немыслимым местам, вплоть до под ногами второго ряда сидений. Чудесная в этом плане машина. И что я удивился, в общем-то, при таких, скажем так, нормальных, вполне вменяемых габаритах, там тоже есть реально третий ряд сидений. — Есть. — Мне там уже менее комфортно, чем в пайлоте, но моя супруга, она там спокойненько размещалась. То есть, если речь идет, допустим, человеку нужно возить семью, там, пять человек, да, то есть два взрослых, три ребенка. Машина, я считаю, вполне хорошая. У вас цены уместно называть, да? — Да, конечно. — Значит, вот стартовая цена этого автомобиля у нас миллион шестьсот, да? Доплачиваешь 50 рублей, получаешь третий ряд сидений. Там, в трехзонном контроле, там, всякие, там, полные, там, фарши. — И жизнь налаживается сразу. И сразу хочется ехать, да. — Очень демократично. И самое вот, что для меня было критерием, это тишевизмная эксплуатация. Страховка на машину стоит 3% от стоимости. — Да, да. — Но есть свой минус. 280 лошадей под капотом, за которые тоже надо платить. — Тем более, что Собянин вас беспощадно выкинул из списка льготников, потому что он поставил рубеж в 200 лошадиных сил, а раз у вас машина... — Ну, знаете, платить за 80 рублей, это нормально. За 80 тысяч лошадей, в смысле, я имею в виду. — Да, и тем не менее... — За 80 лошадей можно платить. — Тем не менее, Собянин-то подозревал, что вы все-таки где-то наворовали деньги, а не заработали, поэтому вы, пожалуйста, платите. — Ведь лишать многодетных льгот или ограничивать их в льготах, по-моему, это связь. — Семенович, отдельный респект уложил, как сейчас принято говорить, он, конечно, большая умница. — Стратег. — Бюджет Москвы, он же у нас очень маленький, его надо наполнять как-то, естественно, за счет многодетных семей однозначно это нужно делать, бесспорно. — Ну, в принципе, вот я говорю, то есть вот я обращаю внимание того, что товарища, который там подыскал, пусть хотя бы посмотрит. — Ну, да. — То есть, в общем-то, все голосовали в конечном итоге, конечно, не головой, а сердцем. И вопрос все-таки, что же у нас с Крайслером творится, умеет он машину делать, которая будет бегать или нет? — Уже нет. — Потому что переживаю за чем. Машина, скорее всего, не будет иметь вторичного сбыта, да, то есть, ну, единичные экземпляры у нас попаваются. — Да, да. — Я видел вот буквально по Москве, ну, две-три машины, которые покупались там, в Европе. Кстати, ребята хвалят, ну, дизеля, двухвитровые дизеля, которые к нам сюда не идут, берут их там. — Да. Алексей Николаевич, вот наш разговор вчера, если помните, он закончился на заклинаниях и попытке поставить свечку во здравие этого автомобиля, потому что статистика... — Да, 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 чтобы он прослужил. — Да, статистика не радует, потому что очень много обращений по двигателю. И первое там зависание клапанов или, например, Сталинград, он случается в том числе при незначительном пробеге, и это катастрофа в полной. — Вы спорте, да, движок тот же самый, что на «Джипу». То есть у них стандартный движок, вот, 3,6, восьмерка, она типуется под различные варианты, там, крайслеровских машин, джиповских и дожилских. Это ее больное место есть такое село, да? — И поскольку у меня в друзьях один из немногих дилеров как раз этого бренда, то я смотрю статистику, содрогаюсь, спрашиваю, ну и что вы с этим делаете? Он говорит, ну что мы делаем? Мы подтверждаем гарантийный случай, потому что клиент попал совершенно на пустом месте на большие деньги. И эта статистика не радует. — Может быть, как-то надо по-другому относиться к движку, там, я не знаю, как там, стиль вождения там поменять, не знаю. — Не-не-не-не, ну, это безотносительно, это просто дефект производства, да? — Да, это нюансы производства, потому что у него плавающее качество, как на многоплотных... — То есть там ни кектал, ни какие, это все совершенно ни при чем, да? — Абсолютно нет. Эта вот любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Бац, а она уже на пороге, стоит в полный рост и говорит, все, Алексей Николаевич. — Повезло, не повезло. — Ну, будем кидать монетку тогда. Спасибо вам за консультацию. — Пожалуйста, спасибо вам за приятный разговор. Удачи вам в эксплуатации. На третьей линии Михаил у нас. Здравствуйте, Михаил. — Сергей Степанович, здравствуйте. — Здравствуйте. — Добрый вечер. Я очень быстренько, времени мало совсем осталось. У меня вопрос по машине, которая в России официально не поставляется. Обожаю эту марку. Если можно, в каратенечко, что вы думаете про Lincoln MKX? — Ух ты! Сколько ему лет? — Новый, новый. — Вы его уже привезли? — Не-не-не, вот я думаю над этим. То есть его можно заказать в Штатах. То есть он там получает, я в конфигураторе его уже набирал, получается порядка 48 тысяч долларов. Вот обещают сюда привезти, и итоговая цена со всеми делами получает там 82 тысячи. — Ух ты! Вообще, конечно, ну, эту машину можно вот просто за красоту. Просто потому, что, ну, вот она такая. Вот она. Сказать о том, что она будет беспроблемной, вы получаетесь в отрыве. Соответственно, вы один сам по себе без сервисной поддержки. Американцы считают, что это одна из лучших машин и главный конкурент всему тому, что делает Cadillac. Но мы с вами не можем быть уверены в том, что все у них получилось хорошо. Они все-таки сделали ее под внутренний рынок, под трепетный сервис, под придирчивого клиента. Тут тоже заканчиваю заклинанием. Дай бог, чтобы она прослужила долго в ваших руках. Все, к сожалению, до завтра.